Ох, у меня сегодня прекрасное настроение, я приглашаю вас в этот ролик. Обожаю, когда я готовлюсь к съемке, и тема ролика рождается просто сама собой. Я точно знаю, чем я хочу поделиться и что я хочу рассказать. И это не просто так. У нас сегодня видео «Фавориты лета». Самые классные находки, которые я сделала за последнее время, и которые облегчили, так скажем, разные категории моей жизни. От бьюти-рутины, заканчивая какими-то домашними штуками. Например, сегодня даже буду показывать ведро со шваброй. Так что обо всем сегодня по порядку. Разминаем спинку, берем чаек или наливаем водичку с лимоном и... Мотор! Давайте по традиции, наверное, начнем с того, что ближе всего ко мне, а именно с ланцы, которые я заказала на Озоне буквально неделю назад. Каково же было мое счастье, когда я поняла, что ойша, который сейчас у нас достать нельзя, можно найти просто на Озон, потому что я влюбилась в эти тапки. И если вы тоже высокая девушка с фигурой груша, у которой большая часть веса и объемов приходится на нижнюю часть, возможно, вам тоже понадобится такой лайфхак для жизни. Намного более пропорционально и законченнее. Образы визуально сбалансирования смотрятся, если в обуви есть платформа. Это особенно касается летней обуви, и сколько бы я себе красивых тапок и шлепок на лето не покупала, если они на тонкой подошве, то это просто смотрится, хочется сказать слово, не кузяво. Вот, ну, ни туда, ни сюда. Во-первых, они с квадратным носом, во-вторых, они на толстой подошве, они смотрятся очень классно на ноге, они удобные. Я себе буду заказывать еще сейчас молочные, пока вы все не раскупили. Я вам советую, потому что смотрятся они идеально на ноге, и, в общем-то, я сначала очень сильно расстроилась, думаю, блин, как я их сейчас буду заказывать, а вдруг я не успею их выкупить, надо найти какого-нибудь байера. В общем, по работе не до этого было. Я просто захожу на Озон, вбиваю шлепки, сланцы, там, ойша, и каково было мое изумление, когда оказалось, что там все есть, и даже есть купальники. Так что, ребята, пользуйтесь на здоровье. И вообще, в принципе, все, что я сегодня буду показывать, можно зайти на Озон и спокойно купить, как это сделала я. Там еще сейчас проходит о распродаже, так и называется. И скидки до 80% на все категории, потому что у Озон сейчас большой праздник, у них день рождения. И если вам что-то сейчас из вещей понравится, советую сразу положить в корзину, пока там есть скидки. Давайте переходить дальше. Я себе купила в ЮАР вот такой термос, и меня все стали спрашивать, Лина, где ты его достала? Во-первых, мне кажется, это самая трендовая вещь, в принципе, или трендовая вещь лета, либо я так стала на них, на эти термосы обращать внимание, как меня кто-то спросил, Алина, чем тебя заинтересовал конкретно данную модель термоса? Я сказала, что сюда вмещается полторы бутылки шампанского. Это правда. Объем этого термоса больше литра, так как я водохлеб, я очень люблю чай. Сейчас я завариваю себе мяту. Для меня это стал очень удобный способ с собой брать какие-то напитки. Он очень классно держит и холод, и тепло, и он вмещается в подстаканник. Вот, например, у меня есть обычный термос предыдущий, он туда не помещается. Это просто нефункционально, не классно. И плюс, когда я выпиваю целый такой стакан, я им пользуюсь и дома, и на улице, я точно знаю, что я выпила больше литра воды в день. И так намного проще отслеживать, ну так скажем, питьевой режим и заваривать, например, мятную воду ту же самую, или, например, какие-нибудь травки, если вы это делаете. Советую от всей души. Короче, я к чему? Так как меня все стали спрашивать, где я его купила, я тоже зашла на Озон и нашла его там. Причем он стоит в три раза дешевле, если заказывать у нас, нежели чем как купила я. В общем-то, для меня это просто будет знаковая вещь из поездки, ну а вы будете знать, что можно его купить более выгодно. Там также можно купить, так как я любитель свободных рук, сумки, подставки под термосы. И я нашла себе конкретно под Stanley такую сумку плечевую, соответственно, у меня будут свободные руки, если я буду с ней ходить гулять. Причем там есть как чехлы для конкретно термосов Stanley, так и просто чехлы регулируемые, которые вы можете закрепить в свою бутылочку с водой. Поверьте мне, свободные руки это что-то из разряда фантастики. Вообще для меня безумно важно, чтобы руки оставались свободными и в случае с телефоном, и в случае с дамской сумочкой, и в случае с термосом. Потому что если мы говорим про зиму, у меня прям буквально была ситуация, когда я поскользнулась, и рядом был столб, и вместо того, чтобы, естественно, бросить телефон, который у меня в руках, или там кружка у меня, по-моему, с кофе была, я держала все это вот так, шлепнулась и ударилась головой в этот момент. Хотя надо было, конечно, бросать все, но инстинкты работают иначе. Поэтому, видимо, у меня произошел такой сдвиг, но и в принципе, когда ты гуляешь летом по парку, или где ты находишься, например, по работе, намного проще, когда руки свободные, когда у вас они не заняты, или если вы гуляете с ребенком. Короче, я поэтому приспособилась, нашла чехлы специальные для термосов, но сегодняшняя просто, не знаю, верх фаворитов, первая строчка, это чехол на телефон. Вот с таким ремешком. Во-первых, он регулируемый, во-вторых, он съемный, и вы можете его в любой момент убрать. В-третьих, я сюда наклеила уже стикеры своего магазина. Бонусов у этих чехлов много, но еще немаловажный фактор, что с ними удобно путешествовать, если вы ходите куда-то в походы и так далее. Или я, например, хожу в музей, или на закупку тканей, я просто беру телефон, быстро сфоткала, что мне надо, и дальше мне не нужно постоянно залазить в сумочку, чтобы достать телефон, из нее потом снова убрать, потом снова достать. Это просто неудобно, ни в каком случае жизни. Поэтому я советую вам тоже обзавестись таким чехлом с ремешком. Они есть разные, я оставлю ссылочку, которую нашла лично я. И здесь стикеры из магазина, мой любимый, только проснулась уже устала. Здесь у меня также лежат конкретно летние мои находки. Я думаю, что многие девушки в какой-то момент стали задумываться о неудобстве бюстгальтеров. Либо это происходит со временем, с возрастом, я не знаю, либо это просто какое-то осознание и более чувственное отношение к собственному телу. Но мне стали давить вот эти вот плотные ремешки. То есть я могу либо очень свободные маечки, бюстгальтеры какие-то такие тканевые, да, не с косточками носить. Либо летом я решила вообще, в принципе, отказаться от этой затеи. И там, где это требуется, я себе заказала такие пестисы. Честно говоря, первый раз слышу такое название. Раньше их просто называли стекини или наклейки на грудь или на грудники. Я не знаю, как угодно, но пестисы это совсем что-то новое. В общем-то, это силиконовые накладки на грудь. И я для себя выбрала именно наклейки с перфорацией. Потому что для меня очень важно, чтобы тело при этом дышало. Здесь гипоаллергенный силикон. И я себе заказала размер 7,5. По сути, это две такие силиконовые наклейки. Что очень важно, у нее тонкий край. И, соответственно, он тоже не будет просвечиваться через одежду. Вы знаете, я пытаюсь снять этот кусочек уже минут 10. И избегая слова соски, у меня все равно ничего не получается. Короче, наклеить это нужно на центр груди. Здесь, что немаловажно, такая достаточно гладкая, гладкий край. Что позволяет также скрыть и контур самой наклейки под одеждой. И не будет привлекать лишнего внимания. Ну, в общем-то, эти стикеры, они многоразовые. Носить можно 20-30 раз. Просто промывайте, затем снова наклеивайте. И еще вот такие стикеры будут актуальны не только для тонких каких-то материалов. Но и для светлых летних изделий. Это могут быть какие-то просто майки-алкашки. Потому что носить постоянно бюстгальтер, это просто жарко летом и некомфортно. А вот такие стикеры вас, скорее всего, спасут. Я надеюсь, что вы мне скажете за эти советы спасибо. Потому что это такие находки века. Если говорить про всякие, ну, про баловство больше. И про бьюти или трендовую категорию. Сейчас в моде всякие разные вот такие платки, которые можно найти на зон. И банданы. И я себе заказала таких, ну, я не знаю, штуки 4 или 5. И поняла, что для меня это способ, во-первых, защитить голову там или даже уши от ветра или от перегрева и от жары. Во-вторых, сделать самый базовый однотонный образ. Как бы дополнить его и сделать более милым. И, ну, в общем-то, смотрится это прикольно. Ну, я сейчас, может быть, не так аккуратно завязала. Но я здесь ставлю видео, с каким образом я это лично сочетала и носила. И это классно будет смотреться как с джинсами, так и с юбками. Обратите внимание на такие косынки. Стоимость таких косынок или бандан варьируется от 100 рублей до 500. В общем, в зависимости от дизайна. Но они даже из моды, мне кажется, никогда не выйдут. И будут всегда актуальны. Будь то летом где-то на пляже, да, чтобы защитить голову. Или просто как дизайнерская такая фишка. Поэтому ссылочки на свою подборку тоже оставлю внизу. Сейчас подходила к зеркалу и поняла, что я не сделала самое главное. Я не накрасила губы, потому что у меня для вас есть свой летний must-have. Такая замена диоровскому карандашу, который мне подарила моя подписчица Галя на мероприятии у меня в магазине. Карандаш от бренда Luxe Visage. Я вам показывала во блоге в прошлом. Софт мат в оттенке 602. Очень классно смотрится. Немного темнее оттенка моих губ. Прям слегка, вот если вы обратите внимание. Просто больше как бы очевиден и прочерчен контур с ним. И мне лично этот оттенок очень нравится. Если вы тоже помните вот этот карандашик диоровский 169, то обязательно попробуйте вот этот карандаш от Luxe Visage. Тем более, что стоит он вообще абсолютно недорого. Карандаш не слишком кремовый и не слишком мягкий. Просто у меня сейчас бальзам на губах. Но при этом у него очень классный оттенок. И рекомендую всем его тоже попробовать. Вообще бренд Luxe Visage. У них достаточно много классных вещей. Салфетки, которыми, мне кажется, должен обзавестись практически каждый дом. Потому что всяко бывает что-то протереть. Чехол куда-то вляпались. Или порезались. Или вот в общем-то что-то продезинфицировать. Здесь 70% содержания спирта. И я их, например, брала с собой поездку в ЮАР. Я просто перекладываю их в зип-пакеты. И периодически, так как я летела через несколько стран, через, господи, Эфиопию. И все равно ты там где-то кладешь телефон, касаешься столешницы или в самолете что-то. В общем-то проводились исследования. Я не заморочена прям сильно на теме бактерий и микроорганизмов. Но все равно очень часто я болею именно после перелетов. И я решила в этот раз себя максимально обезопасить. Почитала, в общем, что нужно сделать, чтобы максимально себя оградить от вирусов, от всяких. Нужно включать рядом с собой обдув. Чтобы, если кто-то кашляет или чихает, чтобы на вас это не попадало. И второй момент дезинфицировать столики, ремешки и так далее. В общем-то в этот раз я воспользовалась. И после поездки я не болела первый раз в жизни. Наверное, за последние годы три. Потому что у меня, видимо, очень сильно просаживается в эти моменты иммунитет. Как минимум, я считаю, что это полезная находка для тех, у кого есть детки. Ну и вот для путешествующих точно. Хотя я стараюсь протирать также чехол и сам задник телефона на регулярной основе. Однозначный лайфхак этого лета. Особенно если развивать тему со стикерами, с тейпами и с удобством, комфортом ношения одежды. Это вот такие тейпы для лямок, для одежды, для краевой части. Очень часто бывают такие блузы, у которых, например, даже вырезы бывают до пупка или какие-то летние платья. У меня есть блузы с валанами, которые при одном неловком движении или ветерке, хоть она безумно красиво смотрится, вот эти вот валаны, они могут спать. Конечно, это красиво, это очень женственно, но тем не менее обезопасить себя можно. Очень просто, чтобы вы могли использовать полноту движений. Эти тейпы продаются тоже на Озон. Вот у меня была такая книжка, и там осталось два таких стикера. Я нашла, все у нас тоже продается, есть в доступе. И наверняка у вас тоже найдется обязательно платье, в котором есть такой неловкий момент. Так что обратите внимание, мне кажется, вот эти тейпы очень удобные. Кто-то ими крепит даже воротнички рубашек или галстуки к одежде. Но мне кажется, это уже такое, ну как бы баловство скорее, нежели чем необходимость. Я вас молю и заклинаю, пока лето только начинается, чтобы не решать проблему уже по факту их существования, а просто, так скажем, заняться превентивными методами, обзаведитесь вот таким стиком для ног. У меня это бренд Компит, но они есть у разных брендов. Нужно обрабатывать участки ног, в которых трется стопа и кожа с обувью, до того, как вы вышли на улицу и до того, как вы обувь надели. Потому что, конечно же, по факту ни один стик такую проблему уже не решит. Но если вы будете обрабатывать ноги заранее, то у вас не будут натирать там ни босоножки, ни какая-то обувь, которая обычно стирала ноги. Вот моментально проверено мной, особенно в отпуск. Я всегда кладу с собой этот стик. И если мне надо там куда-то пойти по жаре в босоножках, просто мы чаще всего натираем именно из-за влаги, там дождь сейчас или еще что-то, то вот эти стики очень сильно спасают. Давайте, раз мы залезли в категорию ног, у меня есть здесь еще две находки. Я стала очень пристально следить за кожей тела. В какой-то момент задумывалась, как так я столько внимания уделяю своему лицу, и пилинги, и бибели, и то, и сё, там на тело хожу на массажи. Но вот ежедневные какие-то лосьоны, уходы я вообще не применяю. Типа кожа не сохнет, я не мажу. И в общем-то сейчас я поняла, что это тоже такая часть рутины должна быть, если я хочу, чтобы кожа тела всегда тоже выглядела хорошо. И стала использовать регулярно скрабы для ног. Вот этот мне посоветовала Галя. У меня здесь сегодня аж две Галли. Одна карандаш подарила подписчица моя, и вторая вот Галя из Сочи. Она мне постоянно скидывает какие-нибудь свои находки прикольные, недорогие, там с маркетплейсов. И я себе заказала на Озон у бренда Биелинда. Называется Happy End Peeling. Короче, это пилинг с натуральной пемзой. И он очень классно отшелушивает орговевшие участки. То есть поддерживает их такими более гладкими, без натоптышей. И я регулярно где-то раз за два в неделю сейчас стараюсь им пользоваться. Самое главное, что он не слишком жидкий. И что там достаточно скрабирующих частичек. И они достаточно жесткие для того, чтобы хорошо прямо отшелушить и промассировать кожу. Тоже рекомендую присмотреться. Стоимость, ну типа, 300 рублей или что-то такое. И еще одна находка. Как фаворит лет девочки за 30. Но на самом деле я испытываю такую проблему лет 17. Но все приходит, назову это с мудростью, с мозгами и так далее. Я в последнее время стала часто... Ну, начался лайфхак мой, который я сама придумала. С тоника после бритья. Они все имеют такой ментолово-охлаждающий эффект. И когда я поняла, что у меня ноги стали очень сильно уставать на улице из-за жары. Вы знаете, такое есть чувство прям распирания в икрах, когда хочется посидеть. Даже какие-то вот покалывания бывают. И они так отекают, грузными становятся. Ну, короче, много в зависимости от того, сколько ты походишь. Но вот много таких факторов некомфортности в ногах. Нету легкости. Если вы когда-то сталкивались с такой ситуацией, то наверняка тоже понимаете, о чем я сейчас говорю. Я вам советую обзавестись не тоником после бритья. Потому что пахнут они, конечно, такой вот забористым каким-то мужским одеколоном. А есть такие охлаждающие мисты. Я тоже искала его специально, как чехол для термоса, прям под таким запросом. Их не очень много. Но есть в буквальном смысле вина тоники. Называется Ice Mist. Охлаждающий для снятия синдрома усталости ног. Я им тоже предупреждаю эту ситуацию. Я его использую не после прогулки, а до. То есть я вышла из душа, попрыскала просто себе на ноги охлаждающим тоником. И в течение дня как будто они не так устают. Я сейчас еще стараюсь очень внимательно следить за питьевым режимом. Потому что как только я не допиваю, у меня сразу же оттекает тело на полразмера. Наверное, у меня лично такое ощущение. Поэтому все, что касается сосудов, это моя тема. Советую вам тоже присмотреться. Ссылку оставлю тоже из разряда 500 рублей стоит. Бренд называется Depeel Touch. Видимо, это какая-то изначальная история для депиляции была. Так, ну и особо внимательные, возможно, заметили, что я классно позагорала на даче. Но это вовсе не так. Это тоже входит в раздел ухода за телом. Я решила, что я хочу, чтобы тело всегда выглядело классно и привлекательно. В первую очередь для себя самой. И у себя в загашниках нашла очень классные спреи, автозагары, которые просто работают при распылении. От них нет никаких разводов. От них нет никаких неприятных побочных эффектов, кроме запаха. К сожалению, когда вы с ним походите, почти каждый автозагар выдаст себя. Потому что пахнуть вы будете такой подпеченной курочкой. Я загуглила, и оказывается, вот эти спреи, автозагары, именно не в пенке, которые нужно распределять. Не видно. Вы прям ровным слоем себя покрываете. И затем каким-нибудь спонжем или специальной перчаткой, круговыми движениями распределяете. У меня ни одного просвета нету. У меня нету никаких нареканий. Да, вот я вчера использовала вот этот TEN LUX. И у него такой более бронзовый оттенок есть, который более в шоколадный уходит. Здесь вы можете регулировать степенью покрытия или также оттенком, который заявлен на упаковке. В общем, для меня это самый удобный способ применения стал. И так как Мальдивы пока не мельтешат у меня перед глазами, я решила воспользоваться таким способом. И даже если я поеду куда-то в отпуск, будет даже еще лучше, потому что я приеду туда уже визуально подготовленной. Оставлю ссылки на те автозагары в спреи, на которых хорошие рейтинги. И оказалось, что если раньше это была какая-то находка или что-то прям из ряда в лон, потому что в основном все автозагары продавались в пенке, для меня это не очень удобно, потому что оставались разводы. У них было какое-то более кремовое покрытие. Если, не дай бог, капелька воды, пока вы умывались, капнула на вашу ногу, то вот такой вот просвет, вот такая вот дырка в вашем загаре останется. Здесь такого нету. Я вчера и под дождь попадала еще что-то. Никаких нареканий к покрытию. Короче, очень советую. Они есть с разной степенью покрытия и с разным оттенком загара. Можете тоже выбирать. Оказалось, что их сейчас очень много, абсолютно разных. С хорошим рейтингом. Так что можно выбрать буквально от 500 рублей уже себе такой спрей и тоже поддерживать свой загар на классном уровне. Да, и хоть мой отпуск еще не скоро, я знаю, что многие из вас собираются в скором времени поехать. Лето, период отпусков. И я уверена, что почти каждый привозит из отпуска тонну фоточек. Потому что прекрасное настроение, отдых. И сейчас не нужно быть блогером, чтобы уметь красиво фотографировать. И заморачиваться на этой теме практически каждый. Для себя, детей снимают, еще что-то. В общем-то, это просто такой век. Я хотела бы порекомендовать вам лично свою находку, которая со мной уже 5 или 6 лет ездит в отпуска. Это чехол для воды. То есть вы можете снимать под водой в бассейне. Все кнопки остаются кликабельные. Кроме разблокировки, отпечатка пальцев, если вам это нужно будет для вашего телефона. Они стандартные. Можно выбрать под свой телефон, даже если у вас не айфон. И стоимость этого удовольствия от 300 до 500 рублей. Тоже посмотрела на чехлы. Я сейчас просто себе буду менять, так как мои уже там где-то выцвели, где-то там в SPF-ке, где-то еще что-то. Я нашла для себя чехол с хорошим рейтингом. Заказала у него там 4,9 и очень много покупок. Поэтому тоже оставляю на него, как и на все остальное, ссылку в инфобоксе. Медленно, но верно мы движемся с вами к финальной части ролика. У меня есть еще три бьюти-находки, про которые я хотела рассказать. И мы с вами будем уже переходить к бытовым штучкам. Я вам уже как-то показывала эту баночку от бренда Аравия. Это скраб на кремовой основе, который очень классно очищает и отшелушивает роговейшие клеточки на голове, где волосяные фолликулы, что позволяет отращивать намного более качественную длину и быстрее стимулирует рост волос и так далее. В общем, я в принципе пробую такие средства регулярно, но эту банку я заказываю третий раз. А у нее как бы объем такой, что я шампунем, мне кажется. Так часто не докупаю. Давайте я попробую объяснить на пальцах, за что же мне так сильно эта баночка нравится. У нее в принципе консистенция такого жидкого молочка, представьте, для лица или для тела неважно. И частички достаточно деликатные, как мелкая соль. Вот можно, наверное, с этим сравнить. При этом, когда вы распределяете, вот это молочко, оно впитывается, а скрабирующие частички остаются. И несмотря на то, что они достаточно деликатные, есть ощущение супер чистых волос, потому что здесь есть в составе аха-кислоты, которые помогают регулировать собственную себу на волосах. Если у вас есть проблема с жирностью, сейчас летом самое то заняться как раз кожей головы. Можно сушить волосы естественным образом, без помощи фена и, соответственно, восстановить как раз-таки все естественные процессы. Помогает бороться, соответственно, с перхотью, потому что за счет кислот вот эти мелкие частички, они растворяются и очень быстро кожа головы чувствует себя свежей. Но помимо того, что есть прямое назначение у этого продукта, есть еще дополнительный бонус. Везде, где попадает этот пилинг на волосы, потом волосы просто пипец какие шелковистые, как будто бы я была только что на профессиональном уходе. Конечно же, на всю длину я пилинг не наношу, но пока я распределяю по корням волос, где-то до ушей все равно вот эта вот маска пилинг попадает. Короче, это помимо пилинга очень классная получается маска уход для корней и есть чувство здоровья и гладкости на волосах. Как-то так. Я пыталась объяснить, обрисовав всю картину, но вот как есть, вам рассказываю. Дальше я хотела бы вам показать дезодорант. Мне почему-то очень часто до сих пор приходят всегда вопросы про то, каким дезодорантом я пользуюсь в запрещенной сети. И здесь в том числе, наверное, это связано с тем, что у меня всегда упор на натуральность. И я очень много где говорю, что дезодорантами я не пользуюсь. Я действительно пользуюсь ими безумно редко, но там раз-два в месяц по необходимости, когда я точно знаю, что будет какое-то стрессовое событие или мероприятие. И вовсе нет, как кто-то написал, что я, наверное, ужасно пахну, пока никто не жаловался. И я очень чувствительна к запахам в том числе. Просто у меня нет такой естественной необходимости. Возможно, я не приучала свое тело с детства, не закупоривала, может быть, поры. Я понятия не имею. Скорее всего, это генетическая какая-то история. Я пользуюсь только одним дезодорантом. Мне его когда-то посоветовала подруга. Он пипец какой дорогой, потому что доставка из-за рубежа. У него веганские составы. Здесь нет алюминия. И его основа состоит из кокосового масла. В течение дня всегда безумно приятно пахнет. Как будто это какой-то легкий парфюм кокосовый. Вот что-то такого плана. Не агитирую никого, потому что смысла в этом не вижу. Просто мне нравится сам запах. Для меня это замена парфюма иногда или духов. Так, я на самом деле обложилась. Тут куча всяких разных баночек. Но я боюсь, что ролик получится очень затянутым. Поэтому давайте из бьюти категории я буду завершать вот таким прекрасным крабиком. Если хотите вторую часть, то обязательно пишите. Мне есть, что вам порекомендовать еще. Это крабик среднего размера. У меня был запрос на что-то более компактное. Компактное. У меня есть крабики такие побольше, фиксирующие и совсем маленькие. Если я вот так, типа, знаете, как челку закалываю. И нашла вот такой классный недорогой крабик. Он очень из плотного материала. И выглядит он прям, не знаю, дорого. Классно. Прочный, плотный. И у него классная долматинцевая, долматиновая. Не знаю, как правильно расцветка. Поэтому тоже рекомендую вам обратить внимание. Мне еще к этому крабику в подарок пришла резинка объемная, как сейчас модно. И вот такой вот мешочек. Поэтому я вам тоже рекомендую к покупке. Из домашней категории пока не забыла. Я хотела вам показать плечики. Потому что одно время я прям часто рассказывала, что я экономлю пространство в гардеробе за счет бархатных плечиков. С них ничего не спадает. Они очень мало места занимают. И там, где висело три вешалки, я теперь... Ну, точнее, одна вешалка. А теперь у меня висит три вешалки, соответственно. Это огромная экономия в шкафу. Для компактных квартир это очень классно. Но я раньше не могла нигде найти классные, такие лаконичные плечики. Как у меня, собственно, для обычных вещей с зажимами. И методом проб и ошибок я нашла. Сначала заказывала себе какие-то супер дорогие. Они оказались пластиковые. И они все поломались. Так как у меня есть сейчас шоу-рум, я, наверное, лучший тестер в этой категории. В общем, мы попробовали много разных плечиков. И я в какой-то момент, хотя я искала очень долго, именно бархатные, именно с зажимами, нашла вот эти плечики. И там в комплекте то ли 25, то ли 50 штук. Короче, на всю семью хватит. И стоят дешевле, чем комплекты по 5. Короче, оставлю ссылку. Обязательно присмотритесь, если тоже искали. И последнее, что я хотела вам показать, это ведро, которое идет в комплекте со шваброй. Я думала, что оно мне не нужно. Ведро вообще занимает лишнее место. У меня есть складной таз и так далее. И, в принципе, я до сих пор придерживаюсь этой истории. Но я сейчас ездила к маме на дачу. И там нужно было помыть полы. И вот, ну, как бы дом, это все равно совсем другая история. И на улице этой шваброй пользуемся, там, в беседках что-то моем. И потолки, или что-то, в общем, где-то нужно основательно прочистить. И вот это постоянно в грязной воде. То есть дома вот, ну, не брезгуешь, что ли, да? Нет вот этого вот проблемы очистить грязь. Но после улицы там вот это вот все надо, тряпку все время сполоснуть. Продраить, промылить, как бы опять куда-то идти. И, в общем, я заказала теперь ведро на дачу. И здесь есть у него определенная структура. Вы опускаете его во влажную воду. А затем здесь есть отсек, который сам выжимает швабру. То есть вам нужно один раз намочить тряпку. И пошел мыть по всему дому. И не надо больше нагибаться. Грязную насадку, да, вот эту тряпку убирать, чистить. Вы один раз надели и всю квартиру помыли. Один отсек для чистой воды, один отсек для грязной. Короче, такая вот автоматизация процессов произошла. Я там, где влажная вода, еще добавляю несколько сейчас помп. Я решила, так как я буду про эту швабру рассказывать, а мне ее посоветовали все. И моя Ира, и Галя. Все скидывают мне лайфхаки для озона. Потому что я потом начинаю все это тестировать. И вы ваши советы скидываете, там, лайфхаки для дома. Я все время читаю эти ользы, заказываю что-то, тестирую. И если мне нравится, потом, соответственно, рассказываю. Вот. И точно так же произошло с этим ведром. Они есть и подешевле. Ира мне скинула на бренд Mobi. Это бренд Zetter. Zetter, Zetter, не знаю, как правильно. Разница там обычно в длине, ну, во-первых, сколько литров само ведро помещает воды. Здесь 10 литров. И, по-моему, в площади самой пластины. В общем, я выбрала просто себе то ведро, которое побольше. И увезу его на дачу. Наверное. Потому что я его протестировала и поняла, что это реально удобно. Спина не болит. Быстро прошел. Как бы один раз слил. А, и здесь есть еще очень важный механизм. Вы можете сливать воду, тоже не переворачивая ведро, чтобы его не промывать. А просто спустить в воду, соответственно. Вот здесь, открыв нижний клапан, налив свежую чистую водичку, чтобы промыть всю грязь. И все. Вуаля. Тра-та-та. Короче, ставьте мне лайки, пожалуйста, за мои находки, лайфхаки. И себе тоже лайки ставьте. И моим подружкам. Потому что эти видео мы иногда собираем с вами коллективно. За что вам большое спасибо. Если хотите вторую часть, то обязательно пишите внизу. Я вас обожаю. Всем прекрасного лета. Добра. Обнимаю. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok